В этом году на смену чемпионату по чтению вслух «Открой рот» пришел проект «Денче». Авторами и организаторами нового конкурса стали сотрудники молодежного библиотечно-информационного центра. Главная особенность проекта – участники могли подготовиться к выступлению. Название произведения они знали заранее. Для первого конкурса организаторы выбрали летопись в каракулях на Рене Абгарян. Книжка легкая, предложение короткое, читается очень хорошо, а потом я смотрю, как дети реагируют. Они живы, они смеются, пихают друг к другу, потому что ситуации узнаваемые. Конкурсанты читали отрывки из книги о жизни пятилетнего мальчика, которого в семье называли Семен Андреевич. Жизненные ситуации, описанные в повести, были хорошо знакомы всем – и взрослым, и детям. Поэтому зрители собрались от мала до велика. И даже в состав жюри организаторы включили школьников. Что приятно, смотрите, публика разношерстная. Есть дети маленькие совсем, дети постарше, есть мамы, папы, целыми семьями участвуют у нас в конкурсе, есть бабушки, что тоже приятно. Какой именно отрывок придется читать в день чек, конкурсанты выбирали методом жеребьевки. В первой пятерке оказалась Олеся Торбина. Девушка призналась, что было интересно проверить свои способности читать перед публикой, но волнительно, хотя дома тренировалась. Один раз я ее прочитала, и дома именно читала вслух, потому что чтение про себя – это несколько иное. Организаторы разрешали применять дополнительные реквизиты, сделать свои выступления театрализованным, чтобы погрузить зрителей в атмосферу детских игр и переживаний. Но конкурсанты передавали эмоции и чувства персонажей только голосом. Познание окружающего мира маленьким мальчиком и его восприятие обычных для взрослых вещей уже интересным. Мне показалось, что мальчик очень серьезный для пяти лет, он так рассуждает. Ну, не по-детски, может быть. Ну, по крайней мере, мои дети так не рассуждают. Может быть, кто-то – да. На конкурсе оценивали выразительность чтения, оригинальность и артистичность исполнения. Жюри выставляли оценки по пятибальной системе. Елена Крецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.